Российский аналитический центр «Совыкон» в понедельник снизил свой прогноз уровня зерновых на 2012 год до 70-71,5 миллионов тонн. А по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в этом году урожай в России составит 73 миллиона тонн вместо ожидаемых 75. К этому привела сильнейшая засуха в центральных областях страны. Новые цифры вызывают опасения, что Россия вновь может ввести ограничения на экспорт. Между тем, фермеры Урала и Сибири, где уже начался сбор урожая, явно огорчены. Вы сами видите, что колосок всего лишь 30 сантиметров, и колосок очень маленький, поэтому урожая практически 4. Ну, дай бог, если 5 сантиметров доберём, то дай бог этого. В Челябинске всё, что было собрано, идёт на корм для скота. Например, на ферме Сарафанова тот урожай, который нужно было использовать на посев в следующем году, теперь идёт на то, чтобы спасти от голода 1800 коров элитной породы. Задача такая, чтобы мы ушли в зимовку со 100% своих кормов. У нас не будет хватать семян, не будет фуража, но для того, чтобы сохранить стадо, эти мероприятия необходимо провести нам. Тем временем кукуруза в этом году практически не уродилась, и фермеры решили, что тратить силы на прополку не будут. Теперь поля стоят поросшие сорняками. В посёлках под Золотоустом высохли все колодцы. Вот наш единственный источник для двух улиц. Он пустой. Там воды есть и ветер пять. Вот можно посмотреть. Теперь для 4000 жителей этого посёлка воду привозят в цистернах. Ежедневный лимит – 40 литров на человека. В Челябинской области солнце высушило более четверти полей с пшеницей. Страны-импортеры российского зерна опасаются, что в этом году Россия может вновь наложить запрет на экспорт. Однако в пятницу министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров отклонил любые слухи о возможном запрете.